Сегодня депутаты вновь задумались, как отучить казахстанцев от вредной привычки курения. Но, как обычно, у медали есть и вторая сторона. Если мажористмены внесут поправки в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, то ресторанная отрасль может понести огромные убытки. Чего именно боятся предприниматели, выяснял Булат Абилкасимов. Общепит на грани краха. В Казахстане могут запретить специально оборудованные зоны для курения в публичных местах. Такие поправки обсуждаются в Можелисе. Национальная ассоциация ресторанно-гостиничного бизнеса вынуждена была обратиться за помощью в партию АКЖО и Национальную палату предпринимателей. Общественники уверены, такого удара отрасль не выдержит. Если брать, допустим, ресторанно-гостиничный бизнес, ночные клубы, то это 35 тысяч. В среднем одно заведение платит бюджет порядка 7-8% от своего оборота. Вы можете множить цифр и понять, сколько потеряет, допустим, бюджет. В наручнике за кальян. Ресторатор Гурген Басинтян отмечает, что запрет кальянов уже привел к тому, что вскоре закроется одно из заведений, которое он курирует. Драконовские меры, отмечает он, становятся благодатной почвой для коррупции. У нас двух гостей арестовали за то, что они курили кальяны в заведении. Нас оштрафовали. Когда гости вышли и через какое-то время вернулись, мы задали вопрос, а как вас отпустили, мы договорились. Курильщики, о здоровье которых так пекутся в Минздраве, столь бережного отношения к себе, почему-то тоже не понимают. Каждый человек имеет право, уже взрослый, он имеет право курить или не курить. Это уже нарушение по человеку. Почему такое оголтелое отношение ко всем курильщикам, мне искренне непонятно. Можно просто создать нормальные условия так, чтобы курящие люди не мешали некурящим, и все будет нормально. Между тем, в Ассоциации рестораторов уверены, после демонтажа курилок незаконными станут около 30 миллионов перекуров в день. Булата Белкасимов, Санат Имангалиев, Информбюро, Астана.